Девушки отдыхают 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 И cada vez у тебя спрятать, и пилить, и запретить. И мне нет, я все, все, все. И говорят, ну, ну, ты. А не занимайся. Играет музыка. Это был Антон Арнов. Вы очень талантливый и очень плотный. Спасибо тебе за просмотр! Я думаю, что, наверное, все-таки вторая, хотя и это первая полноформатная пластинка, но до этого мы же выпускали IP, и она уже была на русском языке, это уже был, ну, некоторый, можно сказать, риск, да, который мы взяли на себя, потому что все-таки, да, как бы, когда команда играет на английском языке долгое время, и потом берет и так вот внезапно, да, как бы, да, меняет, И состав, действительно, да, как верно ты подметила, как бы, язык исполнения, обычно люди негодуют, вот, но в нашем случае как-то все это произошло, скажем так, не нанесло никаких негативных, да, последствий это событие. В итоге сейчас, как бы, да, у нас люди, которым нравилось творчество на английском языке, слушают, и люди, которые не знакомы были ранее с творчеством, тоже идут нам навстречу, что ли. Какой главный посыл альбома «Небо надо мной»? Что вы хотели сказать своим слушателям? А здесь вот как раз-таки и идет вот этот момент, то, что каждый слушатель в наших песнях может найти свой смысл, может найти отражение себя, каких-то жизненных ситуаций, в которых они побывали, вот. А то, что мы вкладывали, ну, мы вкладывали. Мы даже ничего не вкладывали. На самом деле этот альбом отражает музыкально определенный отрезок жизни нашей группы. На сцене, за сценой, дома, на работе, ночью и днем. Все текста были не выдуманы, это все мы, все наши переживания, которые переведены на слова и ноты. Соответственно, мы вложили туда кусочек нашей истории. И думаем, что если быть откровенными с людьми, то это будет всегда чувствоваться и всегда будет манить. Потому что ложь, она чувствуется где-то внутри. Пятое чувство не обманет. А мы полностью спокойны, потому что мы можем ответить за каждое слово в нашей песне. То есть, ваше творчество выражает ваш внутренний мир? Да, наше творчество — это просто мы. А так как мы пять совершенно разных людей, но все-таки мы вместе, и в этом альбоме затронуты максимально разные эмоции, темы и проблемы, которые рано или поздно волнуют любого человека. Как я и сказал уже, то что каждый слушатель, каждый человек может найти свое отражение в этом альбоме. Следующая композиция, ребята, была написана после нашего осеннего тура. Скажем так, в связи, наверное, это со знакомством с ребятами, которые оказались нам настолько близки по духу, что, не знаю, это ощущение, что это в нашем проекте, чёрт возьми. Мы, естественно, круглый поездом старший отварий. Для тех, кто не в курсе. Так вот, песня, называется «Сидевитные слезы» — «Поезды». Так вот, песня, кстати, «Сидевитные слезы» — «Поезды». Мы черные тени пьем, мы знаем о чем ответ, мы верим, зачем живем. Верни меня всех, и на них ее звезды вновь, пусть они пойдут. И я все во мне, я этот друг, за мной вы на себя, когда вокруг. Такие же, как я, опытом на все один ответ, он точно знал. Семь лет больших побед, есть те, с кем в кайф донуть, с размененной мечтой, а есть те, кто свой путь пройду вместе с тобой. Ой, не верни мне всех, и на них ее звезды вновь, пусть они пойдут. И я все во мне, я этот друг, за мной вы на себя, когда вокруг. Такие же, как я, пройдя ли стул, обрая на ада, нам не свернуть. Но нам и не надо, не в этого гляда, тыкай, да, да. Хорни мне всех, и на них ее звезды вновь, пусть они пойдут. Меня я все во мне, я этот друг, за мной вы на себя, когда вокруг. Такие же, как я, такие же, как я. Такие же, как я, такие же, как я. Такие же, как я Осенью у вас был совместный тур с группой Poison Stars Как вы познакомились с ребятами? Какие отношения вас связывают? Ну, Леонид уже, в принципе, ответил на этот вопрос У нас шикарные отношения Дружим с ребятами, очень дружим Постоянно рады видеть их И сами к ним приезжаем Хорошие такие, семейные даже уже, можно сказать, теплые отношения А как познакомились? В туре, собственно Поехали вместе, приехали в Краснодар, откуда стартанули наш тур И с тех пор все Вместе Можно даже так ответить на вопрос Что нужно сделать, чтобы познакомиться и подружиться и обрести новых друзей? Нужно поехать в совместный тур Либо ты там приобретешь врагов, либо друзей Другого не дано Многие российские музыканты не любят называть своих слушателей фанатами Используют различные эпитеты Слушатели, поклонники, творчество и так далее А как вы называете свою аудиторию? Ну, в русском языке слово фанат имеет такой немного негативный оттенок Футбольный оттенок Да Футбольный оттенок И поэтому у нас, собственно, и все пытаются как-то немного... В принципе, фанаты это от английского фэн У них это называют люди, которые любят определенную что-либо, музыку и так далее Это как бы иностранное слово, не наше, не русское Поэтому более корректно будет называть наших слушателей Слушателями, поклонниками, кем угодно, но не фанатами Я полностью согласен с Дмитрием Фанатизм это, наверное, самое плохое, что может быть Блин, я сейчас могу как-то провести параллель с религией Но, наверное, все-таки не буду, теперь за это свыдят у нас в стране Вот А вообще, ну, фанатизм... Что-что? А вообще, фанатизм, ну, как бы, да, априори Ну, это же, это какое-то, да, это безвольное, бездумное, слепое верование во что-то Это опасно, это жуть вообще какая-то, нет Поклонники, да, слушатели, замечательно Это ты сейчас охарактеризовал именно слово фанатизм и фанат На самом деле, для рок-групп это слово немного иной смысл имеет В частности, поклонники группы тоже уже называются фанатами этой группы В разной степени, безусловно И группы, когда называют своих слушателей фанатами, они не вкладывают в это понятие вот такой, прям уж такой смысл Это все вопрос терминов, больше ничего Опять же, вопрос личного восприятия, на самом деле, да А как у вас происходит взаимодействие с вашими слушателями? Вы общаетесь как-то в социальных сетях? Общаемся через социальные сети, общаемся на концертах Мы всегда выходим в зал после перформансов, как бы, да, и люди подходят, фотографируются Там, просят, там, расписаться где-нибудь Это все так очень мило, на самом деле, очень приятно Вот, ну, а в основном, конечно, в социальных сетях То есть, есть ребята, которые живут достаточно далеко, да, они имеют возможности приехать Там, в те места, где мы выступаем, да, например, есть вот юноша из Одессы Вот, мы с ним активно общаемся Как-то вот он брал у меня дистанционное интервью Как раз тоже на тему команды Вот, и да, да, интернет, как бы, в этом плане, он очень помогает, действительно Ну, заобщаться, да, вот, с людьми нормально, то есть на расстоянии вытянутой руки Ну, раз уж мы заговорили о социальных сетях В них присутствует такая тенденция, что альбомы российских исполнителей очень жестко критикуют А зарубежные, ну, зачастую нравятся Как вы считаете, почему происходит такая несправедливость? Вы обращали внимание на то, что из себя представляют обычные люди, которые критикуют? А характеризуют, да? Ну, знаете, вот сидит человек дома, да, как бы Такой вот весь вот сидит, сидит, да, и чувствует, что в интернете кто-то неправ Ему обязательно нужно вот взять и рассказать этому кому-то, что он неправ Хотя сам человек при этом, ну, он настолько непричастен как-то вообще К производству музыки, хотя слово абсолютно ужасное в отношении искусства Ну, так или иначе, да, как бы И вот сидят эти люди, что-то пишут, пишут А ты пытаешься, да, как бы Благо, кстати, у нас мало довольно таких комментариев Ты пытаешься найти в этом какую-то, ну, как бы Пруф его слов, да, как бы То есть, ну, то есть, пустозон человек, да, или нет То есть, там это плохо, например, потому что вот это Или там плохо, потому что то Но зачастую никаких комментариев нет, кроме того, что это плохо, потому что это плохо Ну, я, типа, так думаю А насчет русских команд, ну, блин, ну, здесь все же и так понятно Запад развивался очень активно, очень хорошо И, как бы, да, их команда, они, ну, да, они развити, в общем-то, мне кажется, музыкальнее, чем мы У нас, да, у нас был железный занавес У нас было гнобление, да, как бы Вон фраза, да, из Советского Союза Сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину продаешь, да, как бы Вся эта фигня У нас гнобили музыку И как-то вот мне оно, наверное, так видится Руховское настроение Я поздравляю наших потрясающих друзей С потрясающим альбомом и с крутым концертом А вы? Ну, кто так поздравляет? Давайте громче! Ну что, а есть в зале плохие девочки? Хороший спят это просто, да Хороший спят это просто, да, как бы Хороший спят это просто, да, как бы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скажите, а что для вас важнее, выразить ваш внутренний мир или все-таки рассказать о мире и окружающем вас? Ну, я думаю, что так или иначе, вне зависимости от того, говоришь ты о внутреннем мире или об окружающем, даже если говоришь об окружающем, ты пропускаешь его через себя. Так что так или иначе, так что так или иначе... Так что так или иначе... Всегда существует субъективный взгляд на окружающий мир и на себя. Ну, в общем, вот я сказал. Ну, собственно, да, просто в любом случае, как Серега сказал, да, мнение, как бы, это штука субъективная. И, естественно, даже если ты говоришь о внешнем, да, как бы, мире, то ты говоришь о нем с точки зрения, как бы, да, своего опыта, как бы, да, и вот и так далее, и тому подобное. А мы в наших песнях в основном вещаем о жизненных ситуациях, произошедших, как бы, с Ромой, да, как бы, с нами, вот. И... да и, мне кажется, со многими людьми, потому что проблемы у всех плюс-минус одни и те же. Просто кто-то стесняется об этом говорить, а кто-то... Вот мы не стесняемся, например, говорить о том, что вот мы думаем и чувствуем. Поэтому как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok